Я думаю, все уже видели Мироновскую тему «Сядь за репост». Она охуительная, да, здесь я буду ее хвалить. Да и вообще, Мирон как-то очень долго ничего не делал, а после этого и онлайн-баттлы возродил, и в политике успешно поучаствовал, притом сначала довольно пассивно на митингах, а потом прям активно ворвался, да еще и настолько качественно. Короче, ролик будет интересный. Здрасте, вы на канале Сейна. Если вы видите своей интернет-ролью и главной целью написать в комментах про то, что Мирон лох, а я не прав, или типа того, то, в принципе, вам дальше смотреть нечего. Здесь я хочу разобрать то, что случилось, как действительно действие артиста на политическом поле. Чем уникально именно то, что сделал Мирон, так это тем, что он не перешел на тот же язык, на котором разговаривают его противники. Это то, из-за чего сошел с ума Камикадзе Ди. То есть, если вы сейчас включите его ролики, на вас произведет впечатление, что человек действительно с очень сильно расшатанной нервной системой, и это неудивительно. Когда твоя задача ежедневно муссировать новости про российскую политику, как-то все это обрабатывать, пересказывать, а когда ты вот делаешь такие штуки, когда ты прочитываешь что-то, готовишься к этому, после этого снимаешь на камеру, ты как минимум три раза все это через себя пропускаешь и воспринимаешь это как уже нечто очень личное. И неудивительно, что российские новости доводят людей до такого состояния. Ну накажите! Накажите этих мразей! По этой же причине Навального очень многие недолюбливают, его называют популистом, говорят, что он за все хорошее, выдает какие-то невнятные мысли, находит себе невнятных союзников, умное голосование засирали, потому что непонятно, кого оно рекомендовало. Это все именно потому, что и Навальный, и Камикадзе Ди это люди, которые в политике долго, ну именно вот в этом политическом дискуссе. И они регулярные оппоненты официальных СМИ. А как вы знаете, официальные СМИ у нас играют очень грязно и в принципе кто угодно, кто сейчас транслирует властную повестку, он не сказать, чтобы особенно компетентен как журналист, спикер, оратор, публицист, кто хотите. И когда ты играешь против таких людей, невозможно всегда оставаться белым рыцарем, так как тебе нужно реагировать на каждое их событие, рано или поздно ты все равно вот парируя, совершая очередной свой выпад шпагой, ты перейдешь вот эту границу. Ты тоже будешь перегибать палку, сглаживать факты, иногда трактовать совершенно нейтральные события в свою сторону. От этого никуда не деться, если ты политический актор в стране, где политики нет. Или не актор, а вот обсуждающий. Все равно тебе нечего обсуждать на самом деле, разве что каждый день повторять одни и те же фразы, но кто тебя смотреть будет. Тебе нужно искать новый материал, поэтому очень часто это бесконечное повторение или притягивание за уши, просто потому что нужно выжимать контент, а нихуя не происходит. И так как так делают все, потому что все находятся в одной ситуации, очень многие люди, вот как актеры, допустим, которые никогда не высказывали до этого свою позицию, или какие-нибудь артисты, футболисты, неважно, любые публичные личности, которые до этого очень много видели, как в России говорят о политике, оппозиционеры и неоппозиционеры, они воспринимают этот пример как норму. И таким образом, когда сами решают стать частью политического процесса или как-то высказаться, они делают это ровно таким же образом. То есть вы видели пикеты, какие-то политические заявления, просто там видосы на телефон, вы очень много всего такого видели, и это как бы становится частью той же повестки, что толкают все остальные. Но Мирон так не сделал. Мирон осознал выигрышность своего положения как артиста. Он не постоянно говорит о политике. Это не его регулярная тема. По сути, это его первое такое прям мощное высказывание о политике, если не считать ситуации с Жуковым или большой аллегории в виде Горгорода. И конкретно сейчас, осознавая плюсы своего положения, он делает проект «Сядь за репост». Он переполнен плюсами. Он стильный, хорошо сделан. В этом плане Мирон держит планку качества. Это ролик, который смотрится за одну минуту, моментально дает понять, что в нем происходит и о чем он. Он побуждает к действию и распространению, но это обычная игра с тегом и просто интересной штукой, которую запускает популярный человек. Это не так сложно. Но это, по сути, он просит огромное количество людей демонстративно нарушить закон, чтобы доказать его несостоятельность. То есть как с бета-версией игры, когда ее выпускают и просят людей искать ошибки, так же Мирон делает, но с законом. И само это действие не имеет никакой окраски политической в плане лагеря. То есть не сказать ни коммунист, ни либерал, ни человек, который мечтает Николая Второго воскресить, он не может иметь ничего против этого проекта, потому что проект направлен именно на закон. И таким же образом Мирон не ставит ни себя, ни людей, которые поддержат этот тег, прямо в позицию «Ненавижу Путина» или в позицию «Ненавижу Единую Россию». Он ставит в позицию «Я гражданин, который живет при законах». Вот закон, смотрите, я прямо сейчас его нарушу строчкой классика. Это направлено исключительно на закон. Очень тонкое, с точки зрения политагитации и вообще существования в политическом поле, очень тонкое действие. И это потрясающе классно, что у нас начинают проявляться подобного рода политические действия. Это взросло, современно. И время покажет, эффективно ли, но я думаю, что будет эффективно. Вообще, в случае с российской политикой эффективность дело относительное, но оцените вообще управление шумом. Это просто уровень артиста. У меня в голову как-то не приходят примеры, кто еще так умеет, и вообще ролик не про это. Но посмотрите, насколько Мирон с возрастом научился управлять шумом вокруг него. Если раньше шума не было вообще, и это была очень такая локальная штучка, и он мечтал найти аудиторию, и получался как будто переизбыток творчества, на которое не хватает внимания. То сейчас, наоборот, переизбыток внимания, на которое не хватает творчества или любой другой активности. И он, вместо того, чтобы, как очень многие артисты, просто бесконечно сосредотачивать это внимание на самом себе, когда ты сам... Ну, то есть, его слишком много, чтобы его впитал один артист. Это вообще так происходит с любыми персонами, которые известны в масштабах страны. У них, как бы, слишком много популярности. Они просто не так много делают, чтобы заслуживать столько обсуждения. Но это окей. Он это овер-внимание перенаправляет в созидательное русло. Так было с Версусом, но не сказать, чтобы удачно. Здесь непонятно, что именно погубило последний сезон Фрэшблада, но это нельзя считать удачным экспериментом в плане управления шумом. Но! 17-й батл хип-хоп.ру это чертовски грамотное, блядь, управление шумом. Вообще батлы, и в частности, онлайн батлы, это суперспособность хип-хоп-культуры. Почему? Потому что сама по себе хип-хоп-культура, она в своей сути довольно проста. То есть, это не значит, что все исполнители хип-хопа бездари. Это значит, что просто чисто технически человек с нулем музыкальных навыков гораздо быстрее сможет написать средненький рэп-трек, чем, допустим, средненькую гитарную солягу. Или там, средненькую симфонию. Понимаете, о чем я? Да даже какую-нибудь песню Сергея Лазарева спеть, то тоже нужно дохуя вокалу тренироваться. С рэперами не совсем так. И опять же, в хип-хопе много профессиональных исполнителей, которые пишут убийственно сложные вещи, как с точки зрения текста, так и с точки зрения техники. Но также там огромное количество бездарных уебанов, которые просто нихуя не умеют и начали читать какое-то свое полное говнище. А так как народ не сильно требователь, допустим, это дети или какие-нибудь там чуваки, которые в сельских клубах тусят. Вы даже не представляете, насколько это прибыльный сегмент музыки. Но так или иначе, эту музыку покупают, хавают, и все в этом духе. И казалось бы, у рэпа слишком мало контроля, слишком много говнорэпа. Но батлы и есть естественный контроль этого. И если на оффлайн батлы еще можно не пойти, сославшись на то, что ну, я не батловик, я артист, я пишу музыку, это как бы не моя тема, и все в этом духе, это правда. Например, Олегу ЛСП не надо было идти на батлы. Но вот оффлайн батлы абсолютно не эта тема. Это именно штука, которая дает мало того, что людям посоревноваться в собственной музыке. Это безумно охуенно как концепция, но, к сожалению, никогда бы не сработало ни с джазом, ни с металлом, ни с чем другим. Очень сложно, ну, невозможно в них соревноваться. А в рэпе можно. И также это возможность для всех участников культуры высказаться о всех остальных участниках культуры, но при этом не показаться слишком грубым. То есть, яркий пример того, почему это не работает в реальности, это Ларин или Стас Айк-Просто, которые говорят как бы вещи, которые для многих довольно очевидны. То есть, вряд ли кто-то отстаивал бы честь там Тимура Сидельникова, Немагии или каких-то Андрея Нефедова. Но! Из-за того, что мы общество и у нас не принято просто брать и усирать друг друга, но это неадекватное поведение, в итоге они не могут это долго делать. В итоге Ларин вообще совсем завязал, а хейт Стас Айк-Просто остался локальной тусовочкой, от которой получают удовольствие, только как раз это локальная тусовочка. У батлов же в этом деле перспективы бесконечные. Можно тысячи разных способов высказаться как про Егора Крида, так и про Елвана, так и про грязного Рамиреса, так и про самого Мирона. И, надеюсь, осознавая это, Мирон делал то, что он делал. Вернуть оффлайн-баттлам их проебанный спот это гениальная идея. Больше года назад я записывал ролик про то, что стало с Мироном. Тогда только вышел трек «Горсвет» и какой-то второй, и если один трек был, ну, окейный, то «Горсвет», в котором, он как бы иронизировал над тем, что он уже старый, но при этом с точки зрения действий полностью делал то же самое, что его вот этот шуточный персонаж, он действительно, обладая вот такой, вот такой вот медийной мощью, не делал нихуя, а тут начал. И это действительно те действия, которые должен делать Мирон, находясь на своей позиции, и это тот Мирон, которого мы заслужили. Подписывайтесь на мои соцсети, Вконтакте, Инстаграмчик, мы запустили охуенный проект «Камерный канал», где берем интервью у молодых актеров, ссылка в описании, этот, может, этот ролик где-то вот здесь вот уже висит. То же самое, заходите в мой Телеграм, в мой Инстаграм, там везде охуенно, и вы знаете, где кнопка подписки. Здрасте, все чувачки, которые досматривают мои ролики до конца. Во-первых, спасибо, во-вторых, рассказываю про съемку этого видоса. Мы договорились его снять, и хотели, как обычно, поехать в парк, чтобы я там мог походить, поговорить, но в итоге начался лютейший ливень, мы прихерачили на хлебзавод, чтобы найти какой-нибудь навес, просто вот в надежде на то, что там точно какая-нибудь крыша да будет. И самая доступная и близкая крыша к метро, которая была, это крыша у спортивного комплекса, который установил Рибок на хлебзаводе. Это просто, я не уверен, что у меня в жизни когда-нибудь будет еще более удивительное совпадение, чем то, что у меня съемки ролика про Мирона выпали вот именно вот в этот квадрат, который организовал Рибок. Естественно, это не реклама. Если Рибок вам понравилась и вы хотите со мной сотрудничать, напишите мне. Всем остальным передаю привет. И к тому же, как видите, в комментах наверняка есть чуваки, которые написали про это. Так что мы все выиграли, ребята. Конград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова